Девятый этап ралли Африка Эко Рейс включал 400-километровый кольцевой спецучасток, который прошел по абсолютно новой трассе. На первой половине дистанции гонщика встретила изобилие песчано-галечных дорог, которая затем сменилась огромными коридорами дюн пустыни Сахара. Победный дубль на этапе у Патрика Мартина за рулем Мерседеса. Он же главный претендент на победу в марафоне, поскольку француз смог обеспечить себе комфортный 8-часовой отрыв от преследователей. Россияне Алексей Титов и Дмитрий Павлов на Форде отметились удачным финишем, в итоге удержав вторую строчку итогового протокола. Так что и Фрамон, которого от наших соотечественников отделяют 11 минут, пока остается третьим. В грузовом зачете после многочисленных аварий на предыдущем этапе фавориты смогли реанимироваться и вновь возглавить классификацию этапа. Тройка лучших на спецучастке — это экипажи Микла Шаковача, Игоря Бувенса и Йохана Элфринка. Впрочем, вчерашние успехи фаворитов никак не повлияли на итоговый расклад. В лидерах идут скани под управлением Микла Шаковача и Кароля Фазикаша. Замыкает тройку сильнейших Тома Штончик, выступающий на «Татре» без штурмана и механика. Российские грузовики команды «Газрейдспорт» успешно преодолели сложный ландшафт. В итоге Болеслав Левицкий и Станислав Долгов надежно закрепились за 10-е место генеральной классификации. Алексей Хлебов и Александр Лагута в итоговом протоколе идут 12-ми. Правда, на финиш «Газон-Некс» прибыл немного побитым. Оторванные слева крыло и зеркало стали следствием соприкосновения с африканским деревом.